Вот на твой взгляд, Дим, эти два года в Локомотиве у тебя есть с чем сравнивать. Начался. Дим, сразу вопрос как к эксперту. Ты понимаешь, что может быть в правом фланге обороны. Игорь Денисов, Джекуш Крыховяк. Хороший пас на Ману Фернандеша. В нормальной форме. Потому что организация игры осталась на высочайшем уровне в плане обороны, тактики. Но именно не хватает креатива в нападении. Ждем, ждем, когда этот креатив Локомотиву либо придет, либо вернется. Крыховяк ведет борьбу с Белоруковым. И Белорукова сыграл очень четко футболиста. Очень любопытно наблюдать за Магомедом Адиевым. Это он подсказал своим футболистам, что Крыховяк убегает. Приятно, да. Вообще с Явкой все хорошо. И в Казани вчера почти 25 тысяч на Игрешине. У нас с мячом снова Локомотив. 13,5 минут позади. И только дальний удар Ману. Здорово, что он наконец-то вернулся в футбол. Вот хорошо, Крыховяк. Подача! И сбивает, нам показалось, Фарфана. Нет, Крыховик делает прострел как раз. Да, и Фарфан чуть-чуть не успел выпрыгнуть. Мне кажется, все-таки нарушенном эпизоде не было. Да, тоже мне показалось, что не было. Там очень удачно против него сыграл. Крыховяк остается на половине соперника и есть шансы бежать в быструю контратаку. Вот, Крыховяк. Очень гармонично они смотрятся в паре с Денисовым в центре поля. И этот игрок, он может. И поэтому, мне кажется, с первой игры вообще было видно, да, что это мастерские. Квалифицированные впереди. Я думаю, что игру в воду касания они уже отработали. Ну, не на одной тренировке, Крыховяк. Вот меня вот этот становится таким катализатором. Он старается, он быть связующим. В прошлом туре весьма недурно. Макачкалинцы провели. Если бы Маркелов забил пенальти 2-0, то могла бы другого играться. Футболисты, которые составляют тройку разминающихся по регламенту. А вот у Локомотива с пятой минуты в атаку. А Чорлука не видит другого продолжения, кроме как вернуть мяч назад. Хотя, если бы Лысов был здесь, рядышком, можно было бы через него. В домашних матчах создавалось ощущение давления на соперника. То есть сейчас этого ощущения нет. Как-то академично. В первом тайме передача Маркелов. Мяч пропускает Крыховяк. Падение Кулика и фолст. Так у Локомотива Ману Фернандеш. На Крыховяка сложный был пас. Сейчас Крыховяк. И здесь его сбивают. И где этот фолст? Да, по-моему, все-таки до штрафной был. Быстрая контратака Локомотива. Классно Крыховяк подработал себе мяч. Считает, что первый бежал Крыховяк. Не кто-то, не нападающий, не Миранчук, не Смолов, а Крыховяк. Да, это центральный... Все-таки показалось, что он в стенке был, да, поэтому, наверное, так выбегал. Все-таки показалось, что Ману Фернандеш мог и другое продолжение атаки опять-таки выбрать. Это один из самых опасных моментов, мне кажется, в игре. Да, вообще в первом тайме. Лысов. В предыдущих играх и сегодня мы видим тоже, что железнодорожники свободно дают. Черлука. Савичев здесь намереннее сыграть. Я логию очень хорошо слышу, да. Именно так намеренные грубости должны быть в мяч. Это фолл, это штрафное все совершенно использование. Ну, здесь открытый... Вообще оттуда ушел справа фланга в центр, да, оставляя зону для подключений Рыбуса, но его там нет. А здесь рядом действует Константин Савичев, 24-й слева, Ролан Гигалаев, 13-й. И также в обороне здорово помогает. Впереди номер шестой Иван Маркелов. Похожая игра. С Самкаром тем же, да. Так что, конечно, вроде к таким соперникам нужно относиться. Фарфан в центр. Крыховик неплохо задумал. Срывус. Сыграл Фарфан. И Мирачук отличный пас! Мимо, но такие надо забивать. Такие надо забивать. Зачем же на силу, да? Зачем же на силу? Пол, наверное, все-таки был. Здесь у тебя где-то не заметил. Но... Но... И в этой ситуации, конечно же... Но быстро его ввести в игру некому, если только ближнему. Крыховик. И вот она, правая нога. Вот она диагонально. Фарфана, Фарфан. Я просто хотел тебя проверить. Ну, ладно. Крыховик сам пошел. Перед ним свободная зона. Пяткой пытался сыграть. И смотри, вот в чем, конечно, класс проявляет. Конечно, когда нужно, если даже после потери, сразу вступать в отбор. Потому что, если ты во втором тайме... Молов на скорости. Передача на Крыховика. Не очень точная она была. Фарфан. Локомотив, конечно, любит играть в том матче. Но гол не был защит. Здесь забитым ничем мы не видели. Но момент. В положении был, чем к сайду, как зафиксировала судейская бригада. Но мяч в итоге не был. Вообще удалений в этом сезоне очень много. Да, был тур, когда шесть удалений был, как раз когда Анжи. Мне кажется, что две желтые карточки, а то в Палде спрятали. Ну, окей. Крыховик. Все, в момент заиграли. В Барселон. Да, там позор просто для такого чемпионата, как Испания. Иметь такие поля. Крыховик. Тоже очень спокойно разобрался. Смола, Смола! Ну, вот он! Крыховик, браво! Смола, прависсимо! 2-0! Здорово открылся Федор сейчас. И прошла вот эта длинная передача. Как раз опять на линии обсайда находился Смола. И в этой ситуации классно обработал мяч. И наконец, наконец забил свой первый мяч за мастовский локомотив. Точка отсчета пойдет именно с этого момента, с 26 августа. И Юрий Семин сказал, что Хернгер стравмирован. Ну, вот Ротенберга, думаю, будем выпустить на поле в ближайшие минуты. Ну, вот те самые 60 минут. При Николаеве Манаумове и при Юрии Павловиче, когда он был президентом. Тренеры больше двух лет не работали. Удар Крыховика. Московского локомотива Илья Леонидович Геркос. Вообще, Глуб тоже увидел, что его делается. Ты сейчас должен сказать, в наше время? Нет, все очень как Денисовский. Да, чтобы жизнь медом не казалась. В гости команде Ворон Мусаева. Ротенберг. Дальше в центр Крыховик. Принимает на себя Черлука Крыховик. Первые два места занимают Спартак и Зенит. Зенит вообще пока идет без потери. Да, положение игры у Крыховика. Как-то неудачно ввел мяч в игру Дюк. Вариант подмигнул кому-то Ведра, но еще язык слегка показал. Друзья, не забывайте, что это воскресенье. И по воскресеньям сразу после последней игры в расписании этого игрового дня выходит программа после футбола с Георгием Черловым.